Всем привет, друзья! И сегодня мы займемся заменой свечей. Надеюсь, вы очень долго ждали эту серию. Наконец-таки у меня появилось время, и сегодня мы их поменяем. Сейчас для начала выкрутим старые, и затем уже будем ставить новые. Итак, для замены нам потребуется набор новых свечей. Посоветовали вот эти именно взять. Ну, NGK давно про них слышал много положительно, но то, что пятнашку надо сюда ставить... Ну, не знаю, попробуем. Естественно, нам нужен свечник. У меня он в двух исполнениях. Изолента нам не нужна, но пускай лежит. Для начала решил завести на старых свечах, посмотреть, вообще он заведется или нет. Ну и в целом, чтобы весь вот этот нагар, пока он будет заводиться, на новые свечи не попал. Обратите внимание на последний значок. Он как бы, мне кажется, намекает, что ничего не получится, но мы пробуем дальше. Я уже начинаю думать, что кончился бенз, хотя, в принципе, в тот раз мы немножко заливали. Ну, как немножко, почти 10 литров. Так, ладно, давайте тогда я поменяю все-таки свечи и попробуем завести на новых. Итак, для начала нужно будет выдернуть вот эти провода свечные, высоковольтные. Делать нужно это аккуратно, чтобы не повредить сам провод. Вот, черт возьми, вот он. Так, и будем уже выкручивать непосредственно сами свечи. Для этого возьмем ключ, как-то там аккуратненько подлазим им. Так, теперь берем волшебную отвертку. Находим отверстие в самом ключе. Говорила мне, мама, возьми нормальный ключ, а я? Есть. И удалось, удалось все это сделать. Ну, по крайней мере, сорвать. И теперь надо его выкрутить. Конечно, здесь не очень удобно, а особенно неудобно, наверное, будет вот в этом месте, потому что здесь кожух от аккумулятора. Я думаю, что этот ключ сюда просто-напросто не залезет. Но будем искать какие-то выходы. Вау. Свеча достаточно засранная, кстати. Может быть, с дешком и не все в порядке. А знаете, что смущает меня больше всего? То, что свечник этот от таза, а значит и свечи, скорее всего, тоже от таза. Вы только представьте себе, свеча от таза вот здесь. Свеча от таза. Давайте посмотрим, что это вообще за свечники. Так. О! Это же NGK. Не знаю, видно? Да, вот. NGK R. В общем, явно, скорее всего, свеча не отсюда, потому что свечник для оригинальных свечей совершенно другой. Он больше, просто больше. Вот вам для сравнения старая свечка, которая здесь была, и новая оригинальная. Видите, насколько размер ее больше? Не, ну реально здесь стояли какие-то свечи левые просто. Надеюсь, что с нормальными свечами она сейчас заведется и будет работать ровненько, как новая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова К сожалению, ключ очень длинный. Из-за вот этого кожуха, который аккумулятор держит, ну или не держит, он его, а просто защищает от тепла, наверное, не лезет. Ключ не могу открутить свечу. Сейчас придется снимать аккумулятор и придется снимать весь этот кожух. Редактор субтитров А.Кулакова Просто вставляется и не пришлось ничего откручивать. Ну вот, теперь другое дело, имеем свободный доступ к свечам. Ну что, новые свечи на месте. Сейчас попробуем завести. Надеюсь, что все удастся у нас. Она заведется и будет работать лучше, чем новая. Погнали. В общем, тачка завелась. Холостые, кстати, очень высокие. Но завелась не с первого раза. Я думаю, что свечи даже новые, наверное, подзалило. Не знаю, с чем это связано. Будем копаться дальше. Ну а на следующем, в следующем этапе будет замена охлаждайки. Кстати, видите, горит аккумулятор. То есть, скорее всего, заряд на него не идет. Нужно тоже выяснить, почему. В следующей серии, я думаю, мы поменяем антифриз. Посмотрим, что там вообще с системой охлаждения. Попробуем убрать воздушную пробку, которая образовалась в ней. И будем смотреть, что делать дальше. А на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, если это так. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую серию. И всем пока!